Почему в Таджикистане растет количество ВИЧ-инфицированных людей? Митинг в столице Таджикистана. Понятие «враг народа возвращается». За годы независимости в Таджикистане зарегистрировано более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Причем, как сообщают специалисты, данная цифра растет. В 2017 году в стране, согласно официальной статистике, было выявлено 1207 новых случаев ВИЧ-инфекций. С января по март 2018 года выявлен 321 новый случай ВИЧ. Кроме того, и растет количество людей, которые умышленно заражают других путем совершения прелюбодеяния. Так, например, МВД Таджикистана сообщило ранее о задержании 31-летнего жителя Душанбе, который умышленно заразил 30-летнюю местную жительницу. Аналогичный случай произошел летом текущего года, когда местная жительница заразила ВИЧ 10 мужчин. Также стоит напомнить, что более 2000 человек за последние 26 лет умерли в Таджикистане с диагнозом СПИД. Таковы данные Республиканского центра СПИДа. Эксперт в области сохранения культуры и исламских ценностей Мохаммад Абдулло Зода считает, что ситуация критическая и большая часть вины лежит на властях страны. Распространение в таджикском обществе ВИЧ-инфекции – это результат политики нынешних властей, которые целенаправленно уничтожают многовековую исламскую культуру и ценности таджикского народа под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом, а взамен активно распространяют чуждую и порочную западную культуру, что неизбежно приводит к потере общества нравственных ориентиров, сообщил по телефону корреспонденту Хабархо Абдулло Зода. В Душанбе в очередной раз состоялся митинг, на этот раз он прошел у здания посольства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 3 октября во второй половине дня. У здания посольства ОБСЕ в Душанбе собралось около 20 молодых людей с требованиями прекратить деятельность организации. По словам митингующих, ОБСЕ поддерживают террористические группы, действующие против правительства Таджикистана. Один из митингующих рассказал Ахбор, что их было около 20 человек, в большинстве это были студенты из разных вузов, которые никак не связаны друг с другом. Ранее, накануне Варшавской конференции, 7 сентября, у здания посольства ОБСЕ тоже проходил митинг с требованиями, чтобы организация не допустила на свою ежегодную конференцию представителей таджикской оппозиции, в частности, представителей ПИФТ. Толпа также требовала у правительства закрытие офиса ОБСЕ в случае невыполнения их требований. Наблюдатели отмечают, что последний митинг, как и все предыдущие, очевидно, организованный режимом Рахмона, как ответная мера на провал своей делегации на ежегодной конференции ОБСЕ. Примечательным является тот факт, что последние митинги и протесты режим организовывают как бы от лица обычных, сознательных и патриотически настроенных молодых людей. Хотя ни для кого не является секретом, что за всеми подобными акциями всегда стоит проправительственная молодежная организация «Авангард». Как пишет Радио Зади, словосочетание «Враг народа» Тушмани Миллад оказалось в тренде таджикского сегмента поисковика Google. Только за последнее время оно использовалось в Таджикистане в 112 тысячах публикаций, в СМИ и соцсетях, говорится в статье. Примечательно, что данное словосочетание широко использовалось сталинским режимом для устрашения народа страны и расправы над инакомыслящими. По мнению экспертов в Таджикистане, словосочетание «Душмани Миллад» также широко используется пропагандистская машина режима для оправдания своих действий в борьбе с инакомыслием и исламским пробуждением, а также для предотвращения любой критики в адрес режима Рахмона. Функционеры режима всячески внедряют в умы жителей страны словосочетание «Враг народа», используя для этого различные проправительственные движения. Кроме того, почти на каждой пятничной молитве имамы мечетей в своих проповедях по несколько раз повторяют словосочетание «Враг народа» в адрес таджикской оппозиции, независимых исламских проповедников и активистов, обвиняя их в совершении тяжкого греха. А, как известно, темы пятничных проповедей в Таджикистане устанавливаются властями. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин